Новая дорога в 15-м микрорайоне Тобольска откроет путь машинам, пешеходам к домам, школе, детскому саду, спортивному комплексу и крытому бассейну. Строительство дороги планируется завершить уже 30 сентября. На сегодняшний день у нас выполнены работы 40% это по устройству разработки грунта, 20% по устройству оснований. Полностью 100% выполнена линейная часть по переустройству инженерных сетей и по устройству ливневой канализации. А новый крытый ледовый каток спортивной школы номер один уже 15 сентября примет юных спортсменов. Новое место для тренировок позволит исключить занятия двух и более групп на одной площадке. Соревнования мы раньше проводили три дня, шесть команд, а сейчас мы в три дня можем пригласить до десяти команд. На двух катках профессионально и от этого мы планируем больше приезжих спортсменов к нам в команду участие. Заниматься фигурным катанием и хоккеем здесь смогут 36 детских групп, а общее число спортсменов увеличится с 800 до 1200. В спортивной школе номер один 13 направлений будет развиваться и новый для Тобольска вид спорта керлинг. Настоящим и будущим спортсменам на память Александр Мор оставил пожелание. Расписание занятий спорткомплекса уже есть на новой сенсорной интерактивной доске. Там же будет информация и для родителей, анонсы значимых мероприятий в городе и достопримечательностей Тобольска. Мы поставили себе задачу военно-патриотического воспитания во всех учреждениях. Каждый школьник, каждый воспитанник любого направления молодежной детской организации знает для чего, в связи с чем и кто у нас на этом мемориале. А мемориал Тобляков «Бессмертный полк» и «Стена народной памяти», хоть и в бронзе, но живая иллюстрация важнейшей страницы истории города. Шамиль Гулиев, Ярослав Прохоров, Тобольское время.